Штанги, тренажёры и пробежки в 9 утра. Рагбин и Енисея СТМ готовятся к третьей игре в Европейском Кубке Вызова. Почему спортсмены в отпуске не пили пиво и как быстро накачать мышцы груди? На первой тренировке после двухнедельных каникул побывала наша съёмочная группа. Итак, очередная серия проекта «Вызов Енисея». Две недели отпуска пролетели, а значит впереди у рогбистов рабочие будни. За окном минус 18, уличную тренировку отменили. Больше всех тёплому спортзалу рад новозеландец Том. Он впервые в Красноярске. Минус 20 для меня в новинку. У нас не так холодно в Новой Зеландии, ну максимум минус 5. Здесь очень холодно. Но коллеги по команде всегда готовы согреть Тома дружеской взбучкой. А это Фродо Бэггинс из «Властелина колец». Классическая формула отдыха – чипсы, пиво. Телевизор не для рогбистов. Даже во время отпуска ребята готовились. Собирались, играли в футбол. Но также я ходил на штангу. То есть, по большому счёту, чтобы так пассивно отдыхать, такого отдыха не было. Я думаю, ребята профессионально не знают, что у нас ждёт впереди великие дела. Так что, я думаю, все в форме. Никто… Ну, может, разок селок на впереди. 10 декабря – третья игра в Кубке Вызова. Год назад Енисей СТМ уже играл с французским брифом и победил. Но сейчас всё по-другому, говорит старший тренер. Французы подойдут во всеоружии. Вот наша задача сейчас, конечно же, это постараться максимально приблизиться к той форме, которая была, и сыграть на высоком уровне с брифом. Есть и ещё одна опасность. Человек 15 из команды в эти дни играют за сборную. И на полноценный отдых перед игрой в челлендж-капе просто не будет времени. Они мало отдыхали. Они сейчас поехали там. У них серьёзные игры сейчас. Комплекс упражнений для рэгбистов разрабатывают сами тренеры. Никакой магии. Обычные снаряды и тренажёры. Прямо сейчас мастер-класс от игрока про Ненко. Это что будет тренировать? Мышцы груди? А если нет, то будет. Она появится автоматически. Для рэгбистов 20 таких повторений за тренировку. Смех корреспонденту 7 канала хватило и трёх. И распрямляем, да, и отклоняем. Я не хочу быть рэгбистом. И тогда полезно. Ну да, я могу сделать так. Так я могу? Это идеально. Невооружённым глазом видно, как ребята соскучились по игре и друг по другу. Уверенный сил хватит. И не просто на достойную игру с бривом, а на победу. Воссоединение всей команды состоится меньше, чем через неделю. Часть спортсменов вернётся со сборной. И тогда 2 декабря вылет в Сочи. Там и продолжится вызов Енисея. Анастасия Прохорчук, Валерий Чащин, 7 канал.